Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня двойная порция мидии. Здесь 8 штук обалденных, огромных мидий из моей любимой доставки. И еще я взяла лапшу вог. Или как она правильно называется? По-моему, вог называется. В общем, очень вкусная. Давайте не будем терять ни минуты и приступим. Хотя время. Обжираловка у нас достаточно поздно. Скорее всего, наверное, выложу завтра. Я такая свинишка. Напьюсь, а потом пойду снимать для вас видео для бумажного канала. Кто не верил, вот вино у меня открытое. А то некоторые пишут, Айка, это компот. Че ты нам гонишь? Какой компот, ребят? Просто я укаш со стажем. Вы меня недооцениваете. Погнали. Так, откуда начнем? Откуда, откуда? Сегодня с мамой угорали, увидели одно объявление в фейсбуке. Я не сижу в фейсбуке, а мама сидит. Там есть такая группа, типа каждый выкладывает объявление, если ему нужна домработница или няня. И мама с давних пор есть в этой группе, и одна девушка пишет, нужна няня для маленького ребенка. Зарплата 350 манат. В субботу обязательный полный день. Знание русского обязательно. И самое, что меня убило, она говорит, обязательно, чтобы ее кто-то привозил и отвозил, чтобы не ездила няня на общественном транспорте. Потому что может заразить ребенка коронавирусом. И зарплата. Просто мне интересно, человек, который пишет такое объявление. Возможно, вы тоже меня смотрите. Мне просто интересно, вы доверите ребенка, человеку, который согласен на все эти условия? Вот вы серьезно? Во-первых, если ее сын каждый раз будет привозить свою маму и отвозить, он и бензин минимум в центр будет тратить, условно скажем, 200 рублей. И нафига это надо, если ты платишь 400 рублей в день? Я замечала это не только в этой области. Я вот, например, работала в магазине техники. Иногда вот у работодателей такие завышенные требования. Ты реально не понимаешь, у них что-то не хватает, за головой не хватает. Или реально они надеются найти такого человека. Мое первое место работы, ну такое уже, знаете, постоянное место работы, я зарабатывала 450 монат. Алло, извиняюсь, мне позвонили. Очень вкусная лапша. Особенно, знаете, вот это. Я прям вилкой. В общем, работала я в магазине техники. Меня плюс-минус устраивала моя работа. Но так как работа была очень близко к моему дому. Хороший коллектив, вообще хорошая компания. Хорошая компания. В общем, меня все устраивало. Но как-то в один день мне директор сказал, что ты очень хорошо справляешься с работой. Я как-то обрадовалась даже. То есть там надо было очень шустро выполнять работу. Приходил мейл, что, например, нужно поменять ценники, новая акция, убрать эти баннеры и так далее. В общем, это все должен проконтролировать и быстро сделать. Например, приходит задание убрать этот баннер. И в течение часа его нужно убрать. Нужно найти людей, пригласить их. И быстро-быстро все это организовать. В общем, работа нелегкая. Особенно, если магазин большой. А у этой компании до хрена магазинов. И, в общем, в один из этих магазинов они взяли девочку. И с нее требуется и знание 1С, и бухгалтерии, и распечатка. И так далее. И, в общем, эти баннеры нужно менять. Все это нужно контролировать. Проблемные клиенты, которые приходят. Отправляешь запрос. Иногда бывает приходит проблемный клиент и прямо отнимает где-то 3-4 часа твоего времени. За эти 3-4 часа тебе приходит 5-7 мэйлов. Каждый из которых нужно сделать в течение 2 часов. И ты как бы не успеваешь. И за это даже могут тебя штрафовать. Но у меня такого не было. Слава богу, я старалась максимально быстро все это делать. Вообще, проблемные клиенты должны приходить к директору. Но директор перенаправлял их ко мне. А сам занимался своими делами. Смотрел фильмы. И, в общем, ты постоянно вот так вот с этой работой. Но меня устраивал тот момент, что этот магазин находится около моего дома. Получается, я не трачу деньги и время на транспорт. И это был для меня огромный плюс. У нас был трехэтажный магазин. Большой такой. Вот. И потом от директора я слышу, что все очень довольны моей работой. Я вообще молодец, большая. И меня хотят отправить в самый большой магазин. Потому что девочка, которая работает там, она не справляется. Ее новенькую взяли. Я объясняю, что я не пойду. Потому что мне невыгодно. Там в два раза больше работы. Та же самая зарплата. Еще плюс мне час ехать туда. Час возвращаться обратно. Но это вообще невыгодно. Я сразу объяснила. Я сказала, я не пойду. Я устраивалась в этот филиал. Директор сказал, что это не в моих руках. То есть, хочешь не хочешь, я тебе отправляю, ты должна. Мы пошли в HR. Там была одна девушка. И она мне говорит, что вы должны поехать туда. И работать там. И сказал, а мое мнение никак не учитывается. Сказали, нет. Не учитывается. Если сказано, значит вы должны ехать. Знакомиться с новым коллективом. И так далее. Я говорю, а если я откажусь? Не гореть, если откажешься, все. Пиши заявление по собственному желанию и уходи. И вы знаете, черт меня дернул. Я такая думаю, нет, не пойду. Окей, дайте мне листок. Я напишу заявление и ухожу. И получается, в этот магазин, где девочка не справляется, туда надо найти человека. И плюс магазин, где работаю я, тоже надо найти человека. Вы знаете, это уже какой-то принцип был. Возможно, я должна была продолжить работу в другом магазине. Но мне просто невыгодно. Та же самая зарплата, в два раза больше работы, еще находится очень далеко от меня. Я уволилась, пришла домой. Села и так начала плакать. Потому что я очень любила свою работу. Но сейчас я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Можно сказать, меня уволили. Но с первого дня я начала кидать CV. В разные компании. Я была на собеседовании в разных местах. В очень даже крутых. И потом выбрала одну из компаний. И устроилась туда. Сейчас, говорят, немножко сложно с работой. Вообще после пандемии везде сокращения. Все переходят на удаленку. Но мне в тот момент повезло. В тот период очень легко было найти работу. По крайней мере, я очень быстро нашла. И была рада этому. Безгранично рада. И вы знаете, жизнь так сложилась, что сейчас я очень довольна своей работой. И я думаю, что любой урок, он к лучшему. У меня не осталось никакого негатива. Я даже свою камеру пошла купила там, где я как раз работала. И у меня нет ни капли злости. Я холодильник хотела купить там же. То есть я считаю, что каждая работа – это определенный этап в нашей жизни. Возможно, я не права, но мне кажется, не нужно бояться уходить откуда-то. Наоборот, нужно стараться двигаться дальше. Я, например, работая помощником директора, очень хотела стать кредитором. Потому что кредиторы зарабатывали в два раза больше, чем я. И мне мой директор всегда говорил, зачем тебе это надо? У тебя легкая работа, кредитор – это большая ответственность и так далее. Но для меня самый главный мотиватор работать – это была моя заработная плата. Когда она очень низкая, хочешь, не хочешь, особо, знаете, работой не дрожишь. Ваше здоровье, мои пупсики. У меня еще здесь чай, потому что мне холодно. У нас отключили отопление. Только так и согреваюсь. Мне хотелось начать снимать это видео в таком теплом плейде. Но потом я подумала, как-то не к месту. Но лапша, конечно, очень вкусная. Очень-очень. Прям то, что надо. Здесь вот морковка. Лапша, лапша, удон. Смотрите, как классно. Ну и, к сожалению, уже садится зарядка. Я уж лучше с вами сейчас попрощаюсь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.